Органы для трансплантации скоро будут восстанавливать из собственных клеток пациентов, а не брать у доноров. Уникальную технологию привез в Россию знаменитый хирург из Барселоны Пауло Макьярини. Испанского ученого-хирурга-трансплантолога с мировым именем Пауло Макьярини встречали в Москве в научном центре хирургии имени Петровского. Надев бахилы, спецодежду и маску, автор сенсационной методики регенерации человеческих органов прошел в операционную, где врачи запускали остановленное сердце. От стола. Разряд. Пойдет сейчас. Пошло. Сейчас здесь проходит сложнейшая операция по ортокоронарному шунтированию. Профессор Макьярини знакомится с возможностями российской хирургии. В дальнейшем здесь будут проводиться операции по трансплантации трахеи, а в будущем, возможно, и легкого. По новейшей методике Макьярини пораженную трахею теперь можно восстанавливать с помощью специального молекулярного состава. Прорастить на ней новую ткань и даже сосуды. И все это на основе генетического материала пациента, взятого из его костного мозга. И самое главное, благодаря новой технологии биоимплант не отторгается, а значит, не нужно всю жизнь принимать лекарства. В идеале, вместо трансплантации органа, нам бы хотелось восстановить функциональность трахеи путем регенерации клеток. На пораженном участке нужно только подсказать клеткам, как это сделать, и они заново нарастут там, где это будет необходимо. Речь идет о том, что создается, грубо говоря, биологический макет. Чтобы он был биологический, чтобы не было отторжений, чтобы он был достаточно устойчив к инфекции. Вот какие-то такие моменты. И если мы имеем набор такой, набор размеров и так далее, расширяются возможности хирургии. Макиарини уже дважды провел подобную операцию в Европе, дважды успешно. Но, как сам хирург утверждает, в этом ему особо помогли исследования клетки на генном уровне. Лечить больной ген и анализировать болезнь можно только при наличии оснащенных по мировому стандарту лабораториях. Такую ему показали в Центре хирургии Ильини Петровского. На сегодняшний день, конечно же, эта технология очень интересна для хирургии. И больные, которые нуждаются в этой технологии, конечно же, они в России есть, существуют, их достаточно большое количество. К сожалению, на сегодняшний день ряду подобных пациентов мы реально отказываем от лечения. И они, так сказать, в каком-то определенном будущем погибают. И именно эта технология, как представляется, она может быть востребована и может помочь именно подобным пациентам. Первую операцию по пересадке хирурги готовятся осуществить уже этой осенью. Первый пациент – солдат, получивший ранения во время боевых действий. Он ждет новую трахею 4,5 года. Макеорени рассказывает, что почти каждый день получает письма из России с просьбой о помощи. Хирург утверждает, что делится технологиями с российскими врачами безвозмездно ради науки и врачебного долга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok